Общественная палата Ямала-Ненинского автономного округа и Ямальское отделение партии «Единая Россия» подписали договор о сотрудничестве в сфере народного контроля за жилищно-коммунальным комплексом. Документ был подписан в ходе окружной видеоконференции. Какие еще вопросы обсудили, на видеовстрече расскажет Эрнест Бавшин. Открывая конференцию, первый заместитель губернатора Владимир Владимиров отметил, что федеральные законы ограничили контролирующие ведомства в количестве проверок предпринимателей. И народный контроль стал тем инструментом, с помощью которого общественность может высказать свое отношение к тому или иному предпринимателю. На встрече в Салихарде присутствовали представители общественной палаты округа. В прямом эфире было подписано соглашение о сотрудничестве по контролю за жилищно-коммунальным комплексом. Далее депутат законодательного собрания Ямала Людмила Иванова представила вновь разработанный алгоритм действий при проведении проверок народным контролем и образец удостоверения народного контролера. Далее слово предоставили муниципалитетам. Город Муравленко один из первых, кто решил провести в рамках народного контроля конкурс среди предпринимателей. Мы сделали именно заявительный характер, чтобы предприниматели сами в форме заявки определяли свое участие в данном проекте. Соответственно, на сегодняшний день у нас порядка 12 заявок есть. Заявочную кампанию мы продолжаем и хотим завершить весь этот проект, сам конкурс, до 15 мая. 15 мая, в день российского предпринимательства, провели торжественное мероприятие, на котором наградили бы особо отличившихся наших предпринимателей, поблагодарили их за достойную работу. Конкурс должен показать, что народный контроль выступает не только как некий карающий орган, но и как общественное движение, нацеленное на поощрение добросовестных предпринимателей, думающих не только о собственной выгоде, но и о благополучии населения. На видеоконференции с муравленковской стороны присутствовал руководитель Совета предпринимателей города Андрей Алексеев. Он высказал пожелания всего бизнес-сообщества города, чтобы к рейдам народного контроля привлекались и сами предприниматели. Внутри предпринимательской среды тоже назревает конфликт, потому что те предприниматели, которые недобросовестны, они демпингуют цены, они продают по заниженным ценам, и качество товаров у них низкое. Надо понимать, что те предприниматели, которые работают добросовестно, у них цена всегда будет выше, потому что затраты выше на качественный товар. В данном случае предпринимательское сообщество также заинтересовано в том, чтобы работать с недобросовестными предпринимателями. Идея была поддержана и, скорее всего, в ближайшем рейде примут участие сами предприниматели. Это необходимо для того, чтобы они убедились лично, никакой предвзятости в работе народного контроля нет. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города.